Торжественное построение военнослужащих Сочинского гарнизона и сотрудников силовых ведомств по традиции прошло на Театральной площади. С наступающим Днём Защитника Отечества и предстоящим 75-летием за Дня Победы, всех, кто стоит на страже правопорядка, поздравил глава города. В этот день мы вспоминаем тех, кто защищал нашу страну на фронтах Великой Отечественной войны, кто исполнял свой воинский долг многочисленных локальных конфликтов, кто сегодня честно и преданно служит своей стране. Вечная память героям, не дожившим до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья и долгих лет жизни всем, кто сегодня стоит на страже мира и покоя наших граждан. Желаю всем счастья, стойкости духа, добра и благополучия. Поздравления также прозвучали от руководителей силовых структур и почётных гостей. Отличившимся сотрудникам ведомств вручили награды и почётные грамоты. После военнослужащие, представители кубанского казачьего войска и юнормейцы прошли по площади торжественным маршем. Завершилось торжество показательными выступлениями. Сотрудники сочинского ОМОН продемонстрировали мастерство рукопашного боя и представили зрителям примеры задержания и обезвреживания преступников. Для зрителей также была представлена спецтехника и вооружение. Работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать солдатскую кашу. В сам же праздник, 23 февраля, на мемориале в завокзальном районе состоится торжественное возложение цветов к вечному огню. Кроме того, во всех районах курорта пройдут тематические концерты. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.